Следующий вопрос. Говорит, если кредитор давал деньги, давал деньги, точнее, в долг, без предварительного условия, что тот должен написать ему сухтаджа, бумагу о том, что кредитор заберет свои деньги обратно в другой стране или в другом городе, или давал деньги, не ставя такого условия, что ты должен будешь погасить мне долг в другом городе, а потом сам должник согласился на это. Бывает же такое, ты дал в долг, не знал, что ты куда-то будешь уезжать. Потом у тебя возникли какие-то обстоятельства, какая-то ситуация, тебе пришлось уехать в другую страну или в другой город. Теперь человек тебе звонит, говорит, я хочу тебе отдать долг. Ты говоришь, брат, извини, я уже в другом городе нахожусь. Пришли его мне, допустим, переводом в другой город или в другую страну. И тот выполнил это. Разрешено это или нет? Говорит Ибн Худама в своей книге Аль-Мухни, если человек давал в долг, не ставя такого дополнительного условия, то есть то, что долг будет погашаться в другом месте. Здесь в начале идет речь о чем? Если человек не ставил такого условия, что ты должен дать мне больше и лучше, погашая свой долг. И тот, говорит, то есть должник, сам погасил долг в большем количестве или в лучшем качестве. Говорит, или в меньшем количестве или качестве, но если оба на это согласны, то это разрешено. Этот вопрос мы уже рассматривали или нет? Этот вопрос уже рассматривали. Говорит, то же самое, если человек написал без предварительного условия, также, то есть бумага о том, что заберешь свои деньги в другом городе, то есть имеется ввиду кредитор, давший в долг, заберет деньги в другом городе. Говорит, или без этой бумаги просто сам погасил долг в другом городе, это является разрешенным. Говорит, разрешил это Ибн Умар. Также это пришло как мнение Саиды Ибн Мусайяба, Аль-Хасна Аль-Басри, Ибрагим Аннах, Аль-Шаби, Зухри, Макхуля, Катады, Имама Малика, Шафи и Исхака. Сумма садалла Алейби, хадис Аберрафи, а потом привел в долг хадис Аберрафи, который у нас приходил в главе, то есть под номером каким? 847. Что касается Аль-Хара от Абдулла Ибн Умара, то он приходит застоверным и снадом. Говорит, И мы уже рассматривали на странице 569, то есть две страницы назад, если мы посмотрим на страницу 569, на самом верхнем, то есть на самом верху страницы, Ибн Умар, Ибн Умар, и пришло это достоверно от Ибн Умара. И в нем пришло то, что Ибн Умар погасил свой долг в большем количестве, чем брал. И это приходит застоверным и снадом. Значит, разрешено или нет, это является разрешенным. Далее. Продолжение следует...